Всем привет, меня зовут Пётр Воликов, вы смотрите Спорт Шрёдингера и у нас выпуск про ММА. На этой неделе Куат Найман Хамитов проведет самый громкий бой в карьере. 11 мая на турнире RCC-19 в Екатеринбурге Хамитов встретится с бывшим чемпионом Беллатар Александром Шлеменко. Этот поединок раскручивался как противостояние легенд казахстанского и российского ММА. За этот поединок Куат получит самый большой гонорар в карьере. Последние лет 7, наверное, Хамитов гремит в СМИ и в соцсетях за счет высказываний, которые выходят далеко за пределы аудитории ММА. И порой, кажется, никто не знает, а что он вообще за боец. И в этом выпуске я подробно расскажу, как Куат шел к бою против Шлеменко. Вы узнаете, что общего у Куата с Исламом Махачевым, почему он ушел из сборной Казахстана по борьбе, как побеждал будущего бойца UFC и какие чемпионские пояса выигрывал в Китае. Еще будет немного про Шлеменко и расклады, естественно, на этот бой. Приятного аппетита! Я как человек, который обожает футбол, любит футбол, да, футбол, на Куата не огорчаюсь, на самом деле. Я не знаю, почему наши комментаторы, мои коллеги, да, обращают внимание на высказывания Куата, потому что, ну, человек так думает. Нельзя же его переубедить как-то. Странно. А так футбол ван лав. Сборная Казахстана по футболу вот здесь вы. Изначально бой Шлеменко-Хамитов планировался на неделю раньше, но был перенесен. Сменился и город вместо Челябинска теперь будет Екатеринбург. Для многих в России это противостояние рассматривается как мисс-матч. Ноль спортивного, больше коммерческого. Да, зазор для интриги оставляет возраст Шлеменко. Через две недели ему исполнится 40 лет. Но есть разница в две весовые категории. Бой пройдет в среднем весе 84 килограмма. Куат же сделал себе имя в легком. Это 70 килограмм. Вообще, вопрос с весом, он, наверное, дискуссионный. На бумаге, да, это подъем на весовые категории. Но тот же Шлеменко говорит, что Куат гоняет очень много и вообще бился в легком весе 5 лет назад. То есть тяжело его уже назвать легковесом. Отчасти это правда. Есть и другая позиция президента Fight Nights Global Камила Гаджиева. Он считает, что по габаритам Куат настоящий легковес. А не выступал в легком последние годы, потому что не было серьезных боев. Интересен бой Шлеменко Хамитов не только по медийной составляющей. Куат типичный представитель школы борьбы. Готов постоянно прессинговать, переводить в партер и добавлять граунд энд паунд. Это когда в стиле Хабиба на земле накидываешь удары сверху. База Шлеменко ударка. Он предпочитает биться в стойке. Хорош в защите от тейкдаунов. Но за 80 профессиональных боев у него возникали проблемы с чистыми борцами. Каким является Куат Хамитов? Футбол самый лучший вид спорта на земле. Сборная Казахстана топ. К предстоящему бою Куат подходит в статусе андердога. На его победу наши до старой с букмекерской конторы Теннис и Ки-Зет дают кэф 3.6. А еще в мобильном приложении Теннис и Ки-Зет вас ждут лучшие линии на UFC и другие промоушены. А регистрироваться на Теннис и Ки-Зет лучше всего по промокоду СЭЭШ. С бонусом до 300 тысяч тенге с первых трех депозитов. Подробнее в закрепленном. Комменте. Эй, доктор, доктор, доктор. Этот чувак в шарфе Казахстана и Голландии, это футбол. Как Куат говорил, он начинает шевелиться, братан. Нормально, он тогда тоже похвалил один раз нашу сборную. Нормально, не переживай. Барджак Сбол. Куат Маши Шлеменко почти на 4 года. 22 февраля ему исполнилось 36 лет. Куат родом из села Инталэ в Алматинской области. Одно из главных воспоминаний Куата с детства, как отец будил его рано утром, чтобы посмотреть бои легендарнейшего Майка Тайсона. В любительском спорте Куат дошел до взрослой сборной Казахстана по греко-римской борьбе. Не был первым номером, но становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Казахстана. С ММА Куат познакомился в ночных заведениях. Там по выходным показывали турниры по смешанным единоборствам. Вскоре Куату предложили попробовать себя на одном из таких местечковых турниров. Короче, Асу пошел по стопам, можно сказать, Куата Хамитова. Асу, братан. Выступать по ММА Куат решился во время борцовского межсезонья. За два месяца провел почти 12 боев и очень быстро убедился. Здесь можно быстрее заработать и денег, и популярности. В 23 года Куат стал профессиональным бойцом. Дебют случился 1 мая 2011 года на турнире Сарбас Кап. Казахстан versus Узбекистан. Куат нокаутировал Алихана Хасанова в первом раунде. На том же турнире, кстати, выступил Кайрат Ахметов, близкий друг Куата, тоже бывший борец. Кайрат еще мой земляк. И Жанебек мой земляк, оказывается. Прикиньте, Желанды, оказывается, где Саркант. Чуть дальше там. Хабамбай, вот там. За 5 месяцев Куат набил рекорд 5-0. Бился в Алматы и Копчегае. В ноябре 2011 года Куат впервые выступил за рубежом. В промоушене Бушидо Литвания. И поймал ирландца Пола Редмонта на удушающий прием. И этот Редман вовсе, как вы могли подумать, ой, мешок. Нет, не мешок. После Куата ирландец вышел на рекорд 7-2 и попал в UFC в 2015 году. А потом еще и три года бился в Белатар. Через два месяца Куат снова подрался на Бушидо Литвания. Но тот турнир проходил у нас в Алматы. В главном событии бился еще бодрый Александр Емельяненко. Куат победил Ауфона Камалова решением. Но в следующие полгода было три поражения в трех боях. Сам Куат признает только одно поражение. Другие два боя он считает любительскими. И не понимает, почему они пошли в зачет Шердог. А, хорошо, да, у меня в Шердоге? У меня там 0-0. Меня же больше удивляет история японского соперника Куата. Просто посмотрите, каким его был рекорд в начале карьеры. Серию поражений Куат закрыл удушающим приемом на втором турнире Алаш Прайд. А затем вышел на самый шумный бой в карьере. В 13-м году Куат стал первым казахстанским бойцом, который раскрутил бой в стиле UFC. Противостояние против Зубайры Тухугова до сих пор собирает просмотры. В те времена такая раскрутка была реально редкостью. Сам же бой получился близким, хотя Куат принял бой на коротком уведомлении. И за две недели больше усилий потратил на весогонку, чем на подготовку. Дальше в карьере Хамитова был заграничный этап. Куат дрался в Японии и Индии, а затем отправился в Китай, где подписался на три боя с местной лигой РУФ. Именно там он познакомился с Исламом Махачевым. То знакомство стало полезным для карьеры Куата Хамитова. От Ислама и других бойцов команды Хабиба Куат узнал, как правильно гонять вес, как питаться, как восстанавливаться после весогонки. В дебюте в РУФ Ислам секундировал Куату. Всего в этой лиге Куат провел три боя за семь месяцев и одержал три победы. Еще раз. Ислам Махачев, абсолютный чемпион, человек, который должен был выше быть, Алекс Абалкановский, секундировал Куату Хамитову. Нашему Куату Хамитову. Мы, в отличие от Куата Хая, да, можем порадоваться за Куата. Прикиньте. Ну, Куат не можешь же порадоваться за его. Парджак, футбол отпустит. Диалама, диалама. Футбол скоро порадует и Куата. После возвращения из Китая Куат стал чемпионом Алаш Прайт в легком весе и в этом статусе побился в лучшем промоушене Азии. Но в 1FC Куат уступил гавайцу Лоуэну Тинанесу единогласным решением. Бой в 1FC принес Куату контракт с китайской лигой WBK. Там он стал двойным чемпионом за два боя. Две досрочные победы в первом раунде нокаутировал бразильца Элитона Сарменто и задушил украинца Андрея Митрофанова. Куат даже чуть-чуть опередил тренд ММА. Второй пояс Хамита взял в марте 2016 года. Конор Макгрегор, например, в ноябре. Ха! Шахимат Конор! После Китая в карьере Куата настал российский этап карьеры. В Fight Nights Global он залетел красиво. 16 декабря 2016 года Куат задушил Гаджи Рабаданова из команды Хабиба и исполнил казахскую песню прямо в октагоне. Сейчас у Рабаданова, кстати, 6-0 в Беллатар ПФЛ. В следующем бою Fight Nights Куат спорно проиграл Магомед Сайгиду Алибекову. Потом спорно победил спарринг-партнера Конора Макгрегора Питера Куили. Но результат того боя после апелляции изменили на ничью. Куили сейчас тоже, кстати, в Беллатар. В апреле 2019 года Куат провел чемпионский бой против азербайджанца Наримана Абасова и проиграл решением, с которым, конечно, он не согласился. Обсуждался реванш, но до него так и не дошло. Сейчас Нариман, кстати, выступает в казахстанской Найза. 18 мая подерется с нашим бро Фанилем Рафиковым. Как-то было дело у меня, я пошел на пресс-конференцию. Первого боя он не состоялся, да, между Фанилем и Нариманом. Там дебильный вопрос про полотенца Фаниль задал. Теперь Фаниль считает меня дурачком. Я, я, я не все думают, что я, Фаниль думает, что я дурачок, но я просто веселый человек. На твоей пресс-конференции был, ты не поверишь, мне до сих пор это гложет, знаешь? Я думал, пусть меня Фаниль уже простит официально. С 2020 года в карьере Куатана ступил странный этап. Было и такое, что анонсировался один соперник, но выходил другой. В Fight Nights Global он провел еще три боя. Задушил Ахмад Хана Бокова в первом раунде и нокаутировал в первом раунде Максима Пантелеева. А потом вышел на шумный бой против Марифа Перраева. Это фанатам поп-ММА, знают Марифа, я тоже знаю, смотрю. Сейчас, кстати, перестал что-то смотреть, что там с Никархо? Короче, раскручивали этот бой очень громко. Куат обещал отправить Марифа в поп-ММА навсегда. Но в самой клетке все было скучно и завершилось победой Марифа. Единогласным решением судей. С 2021 года Куат выступал в Атраусской лиге Мирген, где одержал три победы над соперниками. Соперниками, ну, будем откровенны, мы сегодня Куата хвалим, да? Но соперники были ноунеймами. Ну, на футбольном языке, короче, если говорить Сан-Марина, Андорра, Мальта. Ну, а свой последний бой Куат провел год назад. В мае 23-го года на первом турнире Хардкор в Алматы. Победил решением скандального Залимхана Юсупова. Бой пошел в официальный рекорд на Шердок. После того поражения, кстати, Залимхан покинул Хардкор. На промоушен написали заявление в Генпрокуратуру из-за пропаганды запрещенных веществ. Куат и Залимхан еще жили, помните, на острове шоу поп ММА был. Они там тоже двигались. К бою со Шлеменко Куат подходит на серии из трех побед. А Шлеменко лучше всего говорит вот такой вот факт. В феврале исполнилось ровно 20 лет с момента его дебюта в ММА. Дрался с настоящими легендами Жакаре Соузу и Тито Ортисом. Кстати, Тито – любимый боец Куата. У него он скопипастил фишки для выхода в клетку и знаменитую лопату. Шлеменко дважды выигрывал Гран-при Белатар и становился чемпионом в среднем весе. Трижды защитил титул. Дважды входил в список самых жестких бойцов по версии Шердок. В 2022 году у Шлеменко случился спад в карьере. Он сенсационно проиграл нокаутом неизвестному сербу Александру Ильичу за 22 секунды. С помощью судей в собственной лиге Шлеменко файтинг чемпионшип довел до ничьи бой с бразильцем Клебером Соузой и проиграл Магомеду Исмаилову. Хотя и простоял все 5 раундов. Но вот в прошлом году Шлеменко показал, что как боец он еще не закончился. Сначала задушил экс-соперника Шавката Алекса Оливейру, а потом взял реванш у Ильича. Его план на 24-й год реванш с Магой Исмаиловым. И конечно для этого нужна победа над нашим Куатом Хамитовым. У Куата со Шлеменко есть общее. Оба эксперты по всем вопросам. Куата триггерит футбол и политика. А вот Шлеменко поддерживает линию партии. Его главные соперники алкоголь, утрата традиций и поп-эмэмэй. Ха-ха-ха. Противоречивость карьеры Куата в том, что в потенциале как боец он мог добиться гораздо большего. Я тут даже не про UFC. Мог Куат чемпионить в российских лигах, например. Как не отнесись к Куату, но в плане медийки он сам сделал себя одним из самых узнаваемых казахстанских спортсменов. И его зовут сниматься в кассовой казахстанской комедии. Он постоянно появляется в клипах, программах, сидит в жюри казахского КВН. Я думаю, что в высказываниях про футбол Куат иногда, ну, не то чтобы перегибает, он говорит ради громких заголовков. Но в одном он действительно прав. Он сделал себя сам без денег из госбюджета. Хотя бы за это он достоин респекта и уважения. А ты что деньги из госбюджета берешь? А? У-у-у-у. Все, ладно, болт, 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 болт. Выйтили слезу, братан, у нас еще есть отборы на Евро, на Чемпионат Мира, Лига Наций. Ну а что по бою? В чем шансы Куата Хамитова? Огромный плюс Куата, он умеет возвращаться после долгих пауз. Правда, раньше он это делал против ноунеймов, а сейчас это будет пусть и постаревший, но все же Шлеменко. Шанс Куата, Арине, борьба. Да, тут в последние годы у Куата был прогресс. Перестроился от примитивного борца в опасного грэпплера с приемами в арсенале. Ударка у Куата хромала, но у него всегда была природная мощь. Коренастое телосложение позволяет быть опасным хотя бы тяжелыми боковыми. Плюс Куата уже очень долго тренируется в тайском зале Тайгер Муай Тай, который как раз таки прокачивает ударку. То есть теперь у Куата борьба, ударка и еще сверху как хаба будет накидывать. План на бой от Куата мне видится в постоянном прессинге фейковыми проходами и накидыванием тяжелых оверхендов. Ну и думаю, что Куат будет активно сушить бой у сетки или контролем в партере. Куат выходит против природного средневеса, поэтому тут два главных вопроса. Будет ли проходить борьба и сможет ли он активно прессинговать и задавать темп боя? Ну и отмечу до старт главное. Ни разу в карьере Куат не был в нокауте. Ни разу не было эпизода, когда он был близок к поражению нокаутом. Природный держак у него реально есть. Плюс объективно Куат ничего не теряет в этом бою. Если проигрывает, ну это же Шлеменко средневес. Если выигрывает, откроется куча медийных и прибыльных вариантов в России. Ну и еще один момент. Шлеменко 1 июня собирается подраться в своей лиге против американца Кертиса Миландера. И мы знаем, что бывает, когда в ММА строят такие долгосрочные планы. Ну а на сегодня все. Бой Шлеменко Куат пройдет 11 июня. Начало турнира 18.00 по казахстанскому времени. Ссылки на прямую трансляцию будут в нашем телеграм. Подписывайтесь там, подписывайтесь здесь и заглядывайте в наш инстаграм. Там до сотни осталось тоже всего лишь, по-моему, 5 тысяч. Ну, короче, заглядывайте. Алга Казахстан. Куат сделает апсет. В него никто не верит, но мы верим. Даже несмотря на то, что, да, бро, ты на него немного обижен. Ничего страшного. Он победит, мы победим. Пока. Ну, если на футбольном языке дальше говорить. Шлеменко Дания, Куат Казахстан. В Астане. В Астане. Невко в Пенгагене, в Астане. Ха-ха-ха. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok